ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Покажем последствия крупной аварии в Зеленодольском районе. Занесло ее, а тут машина как раз встречная. И вот столкновение. Полвека стажа вождения не спасли от столкновения. И арест подозреваемых в убийстве нумизмата. Почему не по профессии пошли? В стране с интернетом не делали. Преступление подозревают отца с сыном. Это и не только. Прямо сейчас. Два человека погибли, еще трое пострадали. Страшная авария произошла в Высокогорском районе. На 23-м километре автодороги Казань-Малмыш столкнулись пять автомобилей. Стрелка спидометра одного из них, в котором погибли люди, застыла на отметке 140 км в час. На месте происшествия был Айрат Назипов. Лада Приора двигался со стороны Казани. По правительственной версии, водитель отечественного автомобиля потерял управление. И вылетел на встречную полосу. Последствия оказались трагичные. Два человека, что находили в салоне Приоры, получали травмы, несовместимые с жизнью. Шансов выжить после такого удара ни у 36-летнего водителя Приоры, ни у его 49-летней женщины-пассажира не было. Впрочем, сразу после аварии очевидцы еще пытались оказать людям помощь. Ну вот мы молодого вытаскивали, думали, что он живой, но там уж смысла не было. Помощь медиков понадобилась еще трем людям. Девушка салясь, ногу сломал вроде. Там еще у женщины, по-моему, ушиб головы. 36-летний водитель Хендая госпитализирован в тяжелом состоянии. Его 38-летняя пассажирка получила ушиб грудной клетки. Пострадала и 8-летняя девочка. У нее многочисленные ушибы. Остальные участники аварии отделались эмоциональным шоком. Водитель Ниссана Кашкай был первым, кто принял удар. Мужчине еще повезло. Он увидел, как встречный автомобиль стал билять и попытался уйти от столкновения. Получилось лишь избежать ударов в лоб. Летели они хорошо, и стал уже носить, они пошли на обгон, и стал уже носить на мою классу. Увидев это, я ушел в провод, чуть-чуть маленько, не до конца, видимо, ушел. Моя скорость не было, где-то было, да? Ну, не знаю, там говорят сотрудники, что там спидометр займа на 140. После столкновения с автомобилем Ниссан, Лада Приори врезалась во встречную Ладо 14 модели и продолжила неправляемые движения. Через секунду в нее врезались Hyundai Solaris и еще один ВАЗ-2114. В итоге все пять автомобилей разбросало по дороге. В машине один ехали? Один, да. С Кукмара в Казань, да? Да. Ну, сам скорость лица увидели? Ничего не видел, все неожиданно произошло. Сейчас разбором этого происшествия занимаются следователи. Айрат Назив, Фаза Цемигулин, ВЭЗДО 112. А несколькими часами ранее два человека погибли в аварии в Чистопольском районе. На 124-м километре трассы Казань-Оренбург автомобиль Лада Калина вылетел на встречную полосу и врезался в перевозивший жидкий газ большегруз. 56-летний водитель легковушки и его 21-летний пассажир скончались на месте. Спасатели, разрезав искореженный автомобиль, достали тела и передали их полицейским. Хотели повернуть направо, но не получилось. Лада Приора и автобус 89-го маршрута столкнулись на пересечении улиц Карла Маркса и Епеева. Оба участника аварии отрицали свою вину, перекладывая ее друг на друга. Все версии произошедшего в материале Алины Бережной. Споры о том, кто прав, а кто виноват, не утихали до приезда сотрудников ГИБДД. По версии молодых людей, сидевших в Приоре, вся ответственность за аварию лежит на водителе общественного транспорта. По их мнению, многотонник поворачивал со второй полосы направо, когда легковушка уже начала поворот. Мы ехали на поворот, здесь мы на этой полосе стояли, он со второй полосы поворачивал. Мы поворачивали, ехали по своей полосе, он ехал по полосе, которая показана прямо. Водитель же автобуса эту версию отрицает. Мужчина отметил, что взял большой радиус и начал поворот, когда под него влетела легковушка. Он замазался, все. Вы уже поворачивали, что ли? Да, уже поворот подключен, он водитель. Поворот подключен, уже залез, уже здесь тормозил, здесь уже начинал тормозить. Учитывая, что оба транспорта поворачивали направо, их скорость была невысокая, потому ни пассажиры, ни водитель не пострадали. Алина Бережная, Ратнозипов, Азат Самигулин, вызов 112. Потерял контроль над автомобилем. Крупная авария произошла сегодня утром в Зеленодольском районе. Водитель автомобиля Нива потерял управление над машиной и внедорожник выбросил на встречную полосу. В результате столкнулись четыре машины. Подробности ДТП узнала Нафиса Минязова. Меня отстал, да это занесло. Занесло, а тут машина как раз встречная. И вот столкновение. Александр Чибышев признается, что за рулем вот уже полвека, но это его первая крупная авария. Рассказывает, отвез супругу и сына на работу, возвращался домой в Юдино. Но проехав улицу Тецевская, вдруг потерял контроль над своим автомобилем. Машина стала вилять из стороны в сторону. В результате выехала на встречную полосу, где внедорожник столкнулся с Черри. Удар был такой силы, что отечественный автомобиль теперь вряд ли имеет смысл восстанавливать. У иномарки разворочена левая сторона. Далее по инерции Черри задел ладу 12-й модели, которая ехала за ней следом. Четвертая уехала, и моим колесом ее немножко задел. Он претензий никаких... Четвертый участник аварии говорит, мужчина уехал так быстро, что не успели запомнить ни его имени, ни марку машины. На его автомобиле была лишь маленькая царапина. А пострадавших нет? Сколько пять автомобилей? Ну, женщину только увезли. Ага. А что с ней произошло? Она на каком автомобиле была? Да вроде так-то не это, ничего, не знаю пока конкретно. По словам очевидцев, после удара автоледи, управлявшая иномаркой, жаловалась на головную боль. Прибывшие на место медики госпитализировали ее. Остальные участники происшествия физически не пострадали, только морально и материально. К слову, водитель Нивы в вину свою признал и считает, что страховых выплат может не хватить для восстановления автомобилей. Доплачивать разницу придется ему самому. Свой же автомобиль теперь планируют утилизировать. Нафиса Минязова, Динара Камалова, Константин Бушуев. Вызов 112. Подозреваемые в убийстве казанского нумизмата задержаны. Сегодня Советский суд Казани избрал для них меру пресечения. Напомним, 19 декабря в собственной квартире было обнаружено тело 60-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. Динара Камалова с деталями этого уголовного дела. Динара Камалова, Константин Бушуев Продал дом и купил новую квартиру в Рокчино. Коллекционировать монеты начал очень давно и был большим специалистом в своем деле. Сейчас приезжает лицо предназначение, лицо предназначение, лицо предназначение, лицо предназначение, лицо предназначение. Один из них торговал разными мелочами на стихийном рынке на улице Тинчурина, где, вероятно, и познакомился с нумизматом. Отец с сыном граждане Украины в Россию приехали в 2015 году на заработки. Кирилл по образованию бухгалтер. По специальности здесь устроиться не получилось. Почему не по профессии пошли? Канец интернета не было. Из квартиры убитого пропали монеты. Несколько альбомов с ними предположительно похищенные у погибшего полицейские изъяли в гараже, где и задержали подозреваемых. А из их квартиры сотрудники уголовного розыска изъяли около 150 патронов иностранного производства и магазина пистолета ПСМ. Именно из такого пистолета и был застрелен мужчина. Своей вины задержанные не признают. Но у следствия хватило аргументов, чтобы убедить суд в необходимости содержания подозреваемых под стражей. Их арестовали до 19 февраля. Динара Камалова, Офиса Минязова и Константин Бушуев. Вызов 112. А в Нижнекамске вынесли меру пресечения мужчине, подозреваемому в убийстве своего товарища из-за планшета. После распития спиртных напитков вместе с гостем исчез и гаджет хозяина квартиры. Несколько часов спустя бездыханное тело его собутыльника нашли на полу лифта. Лисан Сабирова продолжит. В тот вечер мужчины распивали спиртные напитки. И по словам следователей, когда гость ушел, хозяин квартиры не нашел свой планшет и пошел разбираться. Словами не ограничилось тело мужчины со следами побоев, час ночи нашли лежащим на полу лифтом. Подозреваемый 30-летний мужчина жил в этом же доме. Его задержали по горячим следам. Следователь настаивал, что подозреваемого поместили под стражу на два месяца до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшая смерть». Суд с этими доводами согласился. Подозреваемый пробудет под стражей до 20 марта. Александр Сабирова, Светлана Шумкова, Евгений Лызаев и Максим Липин. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.